ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ОСАГО снова может подорожать. На этот раз на 30%. Это станет результатом реализации инициативы, предложенной Центральным банком. Регулятор считает, что границы тарифного коридора нужно еще расширить. Якобы под предлогом того, чтобы законопослушные водители платили за автогражданку меньше. Сейчас минимальная ставка по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц находится на уровне 2,5 тысяч рублей. Максимальная 5,5 тысяч. На деле ни в одной компании, говорят эксперты, обязательную автостраховку по минимальной цене купить нельзя. ТРАССА 101 Операторы техосмотра предупредили, что им придется закрывать пункты ТО, если будет принят закон, освобождающий физлица от регулярного прохождения диагностики. Напомню, что это может произойти до нового года. Сейчас в нашей стране насчитывается более пяти тысяч точек прохождения ТО. Им необходимо заново получить аккредитацию, чтобы со следующего года начать работать по новым правилам. Но предприниматели по понятным причинам заняли выжидательную позицию. ТРАССА 101 В России растет популярность китайских кроссоверов. Звание самого покупаемого нового паркетника из Поднебесной в этом году удерживает Черри Тига 7 Про. Стоит он сейчас минимум миллион семьсот тысяч. Машина оснащается 147-сильным бензиновым турбомотором объемом полтора литра. На втором месте находится Хавейл F7 со стартовым ценником один миллион шестьсот тысяч. Характеристики двигателя у него практически такие же. Замыкает тройку лидеров Черри Тига 4 со 113-сильным полуторалитровым мотором. Минимальная стоимость один миллион сто тридцать тысяч рублей. ТРАССА 101 Киев вскоре запустит в Москве и Питере продажи электрического кроссовера EV6. Одновременно компания обещает заняться развитием зарядной инфраструктуры. Рублевый ценник новинки пока неизвестен. В других странах электрокар будет продаваться минимум за 40 тысяч евро или 3 миллиона 320 тысяч рублей по нынешнему курсу. Мощность мотора EV6 превышает 300 лошадиных сил, запас хода 500 километров. По мнению корейцев, модель составит конкуренцию Audi e-tron и Jaguar I-PACE. ТРАССА 101 Максимальный размер выплат в рамках ОСАГО 400 тысяч рублей. Но как быть, если автомобилю нанесен тотальный ущерб и убытки намного превышают указанную сумму? Из ситуации можно выйти, сделав оценку стоимости авто на момент аварии. За разъяснениями обратимся к руководителю отдела транспорта компании «Экскон» Константину Кузнецову. Мы можем осмотреть автомобиль полностью с выездом, с полной дефектовкой данного транспортного средства и составить смету восстановительного ремонта, если она превышает 400 тысяч. Если автомобиль нецелесообразно восстанавливать, то тогда мы еще составляем расчет стоимости транспортного средства на момент аварии и стоимость годных остатков. И разница между этими двумя величинами получается ущерб, который человек может потребовать второго участника ДТП. Если он не согласится в добровольном порядке, подать исковое заявление в суд. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101